Здравствуйте. Здравствуйте. Наша станция называется «Обед Онегина». Пожалуй, не каждый, даже самый заядлый филолог, вспомнит, чем кормили Евгения Онегина и в каком ресторане. Но вот школьники села Первомайское в деталях знают о героях произведений Пушкина. Особенно восьмиклассница Ксения Чугунова, ярая почитательница таланта классика, ежегодно участвовала во всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика». В этом году она отобралась по одному из его новых направлений. После прошла специальное обучение и стала амбассадором конкурса. У нас были лекции вообще разные. Были и актерское, и ораторское мастерство. Как работать с партнерами, как найти партнеров. То есть все, как научиться проводить мероприятия от и до. И ребята со всей России, и вы с ними все разговариваете в один момент, изучаете, получаете информацию и потом проводите. Ксения разработала сценарий приключенческого квеста. Это что-то типа телеигры «Форт Боярд» по мотивам произведений Пушкина. Его участники должны пройти нестандартные задания в восьми локациях. Например, под бит прочесть отрывок из Руслана и Людмилы. У ссадников не видно боли, но долго все еще глядит. Великий князь, пустое поле, и думаем, впоследь летит. Задания для самых спортивных – это прыжки на скакалке. Да непростые, нужно проговаривать Руслана и Людмилу. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем и ночью кученый все ходит по цепи кругом. Однако разработать литературный квест – это лишь одно из условий конкурса. Куда важнее воплотить в жизнь интерактивную задумку. Нужны не только участники, но и средства на организацию. Ксения обратилась в благотворительный фонд. Там помогли с атрибутикой. Для проведения этого мероприятия нужны были как минимум блокноты для всех участников. Это нужны были футболки, нужны были конфеты, которые являются и атрибутами призами для участников. Поэтому также нами было принято решение в качестве рекомендаций указать на те источники информации, кому можно обратиться. Одних только костюмов для квеста по Пушкину пришлось подготовить больше десяти. Творческим школьникам сегодня, можно сказать, помогает уже все село. Одни с поиском реквизита, другие с предоставлением площадки для проведения мероприятия. Сами ученики активно репетируют роли и приглашают принять участие в действии как можно больше юных селян. Мы готовим такое грандиозное, масштабное мероприятие. Все-таки у нас будет более 50 человек. Это учащиеся в 8-11 классах. У нас в селе две школы. И мы приглашаем ребятишек, то есть тех, которые желают поучаствовать, попробовать себя. Пушкинский форт Боярд в селе Первомайское пройдет 19 марта. Этого события ждет уже весь райцентр. А после его главному идейному вдохновителю предстоит отчитаться о реализации литературно-приключенческого проекта перед жюри конкурса «Живая классика». Его лучших амбассадоров пригласят в Международный детский центр «Артек». Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.